дорогие друзья антон молев депутат московской городской думы председатель комиссии по образованию вообще путь в профессию складывается у всех по-разному если я рассказываю о своей личной истории и наверное профессии депутат поскольку это основной мой род деятельность настоящий момент то он все-таки был связан не с каким-то планомерным или и целеустремленным движением а это конечно было более случая в какой-то степени потому что с одной стороны это было достаточно активной жизненной позиции несмотря на достаточно большой опыт такой преподавательской деятельности глубоко глубокой погруженности на в школьную среду всегда интересовало многое происходящее в обществе в целом но и в системе образования и поэтому после того как достаточно успешно принял участие в 2011 году в профессиональном конкурсе педагогического мастерства учителя года сначала в москве а потом и на уровне россии вот это моя заинтересованность оказалась достаточно востребованная я включался во всем мыслимые интересные московские федеральные площадки в разные мероприятия и наверное сыграл какую-то роль и спустя два года я получил такое относительно неожиданное для себя приглашение возглавить один из образовательных округов москвы южное окружное управление образования это был вызов это был вызов неизвестности неизвестной роли до сих пор это чиновничество в противовес учительству и нужно было с одной стороны принять решение чтобы расстаться с другой стороны чтобы стремиться в новую какую-то сферу для себя буквально спустя полгода мне было предложено возглавить московский институт развития образования и уже на этом этапе я вместе с рядом других коллег по профессии получил предложение включиться в предвыборную борьбу и рассмотреть возможность своего будущего позиционирования в качестве депутата одного из округов от родного для меня округа и собственно взвесив все за и против я решил что это интересный путь для того чтобы реализовывать не только отдельные локальные важные и нужные проекты но и в какой-то степени содействовать общий общему развитию системы образования города ну а дальше было то что каждый депутат на своей шкуре испытал из тех кто стал депутатом такая долгая интересная предвыборная череда встреч в общем некоторых открытий борьбы неприязни несомненно но в итоге победа на выборах и вот странное новое чувство я депутат московской городской дом наверное все таки депутат это не специфическая профессия да это некоторое это жизненный выбор некоторые парадигмы которые человек готов часть существенную часть своего жизненного пути посвятить значимой общественной работе прием депутата неважно какой округе в думе тебе написали могут обратиться в электронной почте в социальных сетях это готовность говорить то как есть и четко определять свою позицию депутат не человек обличен фантастическими возможностями не волшебник который сейчас махнет найдет нужный рычажок и все исправит он тоже очень жестко ограничен своих возможностях и вот эта позиция которой тоже надо привыкать и в которую надо постепенно включаться зачастую приходится сталкиваться с решениями или даже с необходимостью самому принимать какие-то решения которые в высшей степени может быть представляются справедливыми для какого-то вот масштабного развития города например или какого-то и какой-то из отраслей развития города но могут восприниматься как вовсе не таковые с позиции какой-то личной судьбы или какой-то какого-то профессионального взгляда и это то что ты постепенно в себе воспитываешь иначе не получится профессия депутата но прежде всего воспитывать человеке привычку к тому чтобы взвешивать свои слова и понимать что ты публичное лицо значит все произнесенное тобой может быть кем-то воспроизведено она может быть рассматриваться как какая-то официальная позиция и в этом смысле наверно человек становится гораздо более высоко организованными в этой части очевидно совершенно это профессия которая учит тебя очень чутко и бережно относиться ко времени потому что его никогда не хватает обязательно тебя сама эта профессия возлагает огромное количество это профессия которая учит нести бремя ответственности причем не в отдельно взятый промежуток времени а сам или практически все так всегда очень интересное чувство когда ты являясь депутатом и в рамках какой-то открытой публичной деятельности в рамках работы над темными законопроектами и так далее так далее думаешь о том что ну вот встречаюсь с друзьями тут расслаблюсь поговорим о жизни не знаю спорте об отдыхе да конечно обязательно в рамках этой вот ситуации кто-нибудь тебе нет нет да вспоминит слушай а вот как там у нас и в этом плане ты где-то внутрь не всегда собран потому что это ответственность с тобою 24 часа в сутки что касается особенностей мы не может каких-то компетенции для выпускника вуза претендующего и рассматривающего вообще для себя профессии депутата это конечно наверное такие компетенции как умение выстраивать систему коммуникации это эмпатия готовность воспринимать разных людей и выслушать их понять это вне всякого сомнения если вы планируют быть на этой позиции эффективным и способность к такому широкомасштабному взгляду аналитики и способность работать с большими объемами информации ну и то что созвучно в любом случае профессии скажем педагога это внутренние безусловно и неравнодушная позиция и вот тогда это достойное служение в одном педагогическом учительском смысле и в депутатском в том числе вспоминается очень действительно такой забавный эпизод из нашей моей студенческой юности когда мы были студентами старших курс городского педагогического университета и в те вот далекие 90 в конце 90 рассуждали о нашей будущей профессиональной судьбе ну и как-то мы думали вот пройдет там n количество лет и мы обязательно будем успешными иначе не мыслиться в 19-20 лет нам думаю что так оно и случится и вот будет какой-нибудь вечер мы встретимся на наших обязательно крутых автомобилях приедем к зданию где учились и попросим чтобы охрана спустила прогуляться по этажам чтобы вспомнили как это было вот так мы рассуждали тогда в свои там 19 20 может чуть больше лет и явно не могли себе представить что вот собственно по прошествии этих уже сколько более чем 20 лет доведется ну мне в частности столкнуться с предложением родного университета войти в состав попечительского совета и даже включиться в работу по созданию эндаумента в итоге стать одним из его учредителей фонда целевого капитала который я уверен позволит нашему университету не только обеспечить такую серьезную самостоятельность может быть и дополнительный ресурс к его развитию и это про личные общие измерения про то что даже самые как нам тогда казалось смелые фантазии при сравнении их с нынешней реальностью окажутся смехотворными но в действительности говорят о том что надо быть смелее в выборе своей мечты или может быть мечтаниях мечтайте стремитесь верить в себя и у вас получится даже больше чем вы рассчитываете настоящий момент а